Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами играем The Stanley Parable Ultra Deluxe. Это игра, которую давно уже многие из вас советовали мне, на протяжении многих лет советовали поиграть в неё, но никак руки не доходили, и внезапно вышла обновлённая версия Ultra Deluxe. Я подумал, что это прекрасный повод погрузиться мне в эту игру и понять, что же это такое, потому что многие говорят, что это прям шедевр, прям белиссимо, которое мне точно зайдёт. Начать игру! Сразу ставьте лайк и сразу подписывайтесь, если вы здесь впервые. Это история человека по имени Стэнли. Интересно. Стэнли работал в большой компании на должности сотрудника номер 427. Работа у сотрудника номер 427 была простой. Он сидел за столом в комнате 427 и нажимал кнопки. Инструкции приходили к нему на экран. Они указывали ему, какие кнопки нажимать, как долго и в каком порядке. Сотрудник номер 427 делал это день за днём, год за годом. Хорошая работа. И хотя кто-то может сказать, что такая работа вытягивает душу, Стэнли был рад каждой новой инструкции и чувствовал, что он создан для этой работы. Так. Стэнли был счастлив. Мне уже нравится, если честно. Но однажды произошло что-то очень странное. Что-то, что навсегда изменит Стэнли. То, чего он никогда не забудет. Он сидел за столом около часа, и вдруг понял, что ему до сих пор не пришло ни одной инструкции. О боже мой, Стэнли. Никто не зашёл дать ему задание, позвать на совещание или просто поздороваться. За все его годы в компании такого ещё не случалось. Он был совсем один. Что-то явно пошло не так. Стэнли оцепенел. Довольно долго он не мог пошевелить и пальцем. Но потихоньку пришёл в себя, собрался с духом, встал из-за стола и вышел из кабинета. Вот оно! Внезапно просто что-то поменялось! И Стэнли вдруг понимает, что... Что он понимает-то хоть? Он что-то понимает, явно! Пойдёмте понимать вместе с ним, почему двери такие огромные. Я чувствую себя очень маленьким. Мы можем использовать комп? Нет, мы должны выйти. Мы никуда не можем пойти. Разве что вперёд. Все его коллеги пропали. Что бы это могло значить? Стэнли решил пойти в переговорную. Может быть, он пропустил напоминание о встрече? Ага, это будет такое повествование за кадром, а мы будем просто как бы следовать указаниям этого человека, который читает текст. Этого диктора. Смотрите, и правда никого нету. Такое ощущение, как будто это... Как в портале, знаете? Мы ничего не можем здесь заюзать. Мы просто идём. Хорошо, давайте пойдём в совещательную комнату. Оу, вот сюда. Что-то не так. Увидев две открытые двери, Стэнли вошёл влевую. Погодите! Но мной манипулируют, а что если я пойду вправо? А что, если они хотят, чтобы... Короче, здесь, походу, вариативность есть, да, прохождение? Переговорная была в другой стороне, и Стэнли это отлично знал. Возможно, сначала он хотел полюбоваться комнатой отдыха. Здесь... Вот это меня напрягает. Вот эти провода... Тут совсем... Видите, здесь всё такое приятное, офисное, ну, за исключением вот этого бардака. А там... Как будто бы это какой-то, не знаю, завод, склад. Какая милая. О, да, восхитительная комната. Несомненно, стоило делать крюк. Чтобы провести пару секунд в этой безупречной, чудесной комнате. Стэнли просто постоял и глубоко подышал. Погодите. Но он всегда сидел в том офисе, и просто ему давали задания. А кто давал задания? И да, и правда стоило сюда зайти. Такая чудесная комната, что пусть все коллеги исчезли загадочным образом. Ты всё равно смотришь в ней на все кресла и картины. Чего уж интересней. А, то есть если я буду оставаться здесь, голос будет что-то продолжать говорить, да, какие-то смешные штучки. К этому моменту одержимость Стэнли комнаты стала жутковатой и заставила сомневаться в его рассудке. Может быть, из-за этого все и ушли. Но вот он наконец насладился комнатой и пошел в переговорную через первую же открытую дверь слева. Слушайте. Ну мне как-то жутковато здесь. Он всё-таки хочет, чтобы мы в переговорную пошли. Но мы будем бунтарями. Стэнли он такой. Может быть, он и следовал инструкциям, и такой клацал, клацал, клацал. Но в душе он ещё тот бунтарь, революционер. Посмотрите. Стэнли так плохо следовал инструкциям, что непонятно, как его до сих пор не уволили. Мы не следуем инструкциям. Мы придумываем свои инструкции. Что это за место? Не прыгай в грузовой лифт, пока он двигается. Это причинит вам смерть. Мы должны его активировать. Давайте просто встанем. Он работает. Слушай, Стэнли, ты, кажется, что ты неправильно понял. Я не враг тебе, правда. Я понимаю, что трудно вот так взять и довериться незнакомцу. Но учти, вся эта история крутится исключительно вокруг тебя. Есть кое-кто, на кого ты наплевал, Стэнли. Кое-кто, о ком ты забыл. Хватит принимать каждое решение в одиночку. Я прошу не для себя, а я прошу для нее. Погодите, он только что говорил зрителю о том, Стэнли делал то, Стэнли делал это, а теперь он такой, Стэнли, эхэм, я знаю, ты меня слышишь. Это твой шанс на искупление, Стэнли. Отложу работу и пусти ее обратно в свою жизнь. Она ждет тебя. Что это значит? Кто она? О ком ты говоришь? Опа. Назад пути нет. Опа. Темень. Мама. Это она, Стэнли. Ты тоже должен сделать шаг навстречу. Если вы и правда готовы довериться друг другу, возьми трубку. Это же уловка. Ладно, давайте возьмем. 427. Стэнли, это ты? Милый, подожди секундочку. Я как раз пирог из духовки достаю. Вот так. Уже бегу. Открываю. Заходи и расскажешь, как прошел твой день на работе. О. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Попался. Ты что, и правда подумал, что у тебя есть любящая жена? Да кто бы захотел связать свою жизнь с твоей? Я пытаюсь тебе что-то объяснить, Стэнли. Хочу, чтобы ты кое-что осознал. Заходи, я покажу тебе, что тут на самом деле происходит. То есть, и после этого он заявляет, что он мне не враг? Что он старается ради меня? Это очень грустная история о смерти человека по имени Стэнли. Доброе утро, сотрудник 427. Нажмите О на своей клавиатуре. Стэнли довольно скучный парень. У него есть абсолютно бесполезная работа. И каждая нажатая им кнопка напоминает о незначительности его существования. Нажмите J. Могу не нажимать? Не могу. Вы посмотрите на него. Нажимает кнопки. Делает, что говорят. Вот он нажимает кнопку. Теперь обедает. Теперь идет домой. Теперь возвращается на работу. Его бы пожалеть. Да вот только он сам выбрал эту жизнь. Нажмите N. Но вот в его мечтах... О! В его мечтах жизни полна удивительных приключений. Сидя за столом, Стэнли мечтал о невероятных походах в неизвестной земле. О новых чудесных открытиях. Это было чудесно. И каждый день, приходя на работу, он все лучше понимал, что ничего такого с ним не произойдет. Нажмите Y. Поэтому он начал фантазировать о своей работе. Сначала он представил, что в один прекрасный день он вышел из кабинета и обнаружил своего коллеги и начальник. Да вообще, все в здании внезапно и бесследно исчезли. Ему стало невероятно любопытно. Что? И он пошел дальше. Он представил, что пришел к двум открытым дверям и что мог выбрать, в какую зайти. Наконец-то! Выбор! Не важно, что было за каждой из дверей. Сама идея о том, что его решение что-то значит, наполняла его радостью. Я только сейчас заметил, что там было «Нажмите Y, чтобы поиграть с детьми. Нажмите O, чтобы приготовить ужин». Блуждая по этому выдуманному миру, он начал наполнять его разными дорожками и развилками. В конце одного пути была огромная круглая комната с экранами и система управления разумом. В конце другого была идущая зигзагом в желтая линия. А в конце третьего игра про младенца. И он назвал это все «The Stanley Parable». Нажмите F, чтобы рассказать детям сказку. Это была чудесная фантазия. И он переживал ее снова и снова. А потом снова и снова и снова. Он так хотел, чтобы она никогда не кончалась, чтобы он всегда был свободен. Ведь в конце концов какого-то нового пути точно не... Если только сыграть еще разок. Нажмите M, чтобы сказать жене, что любите ее. «Я люблю тебя». Но ответа нет. Да и откуда ему взяться? На самом деле, он все так же нажимает кнопки, как нажимал и раньше. Ничего не изменилось. Чем дольше он здесь, тем больше вживается в роль, тем больше забывает, какая жизнь настоящая. Нажмите P, чтобы пойти спать. А я все объясняю, что в этом мире он обречен навечно быть наблюдателем, что пока он остается здесь, он медленно убивает себя. Но он не слушает. Никак не перестанет. Вот, смотри. Стэнли, когда появится инструкция, нажать кнопку, не нажимай. Нажмите J, чтобы утром оказаться на работе. То есть, если сейчас не нажму, что будет? Я опять следую инструкции, которую он мне сказал. Но кажется, выборота у меня и нет особо. Я жму. Видишь? Он что, не слышит? Как мне так объяснить, чтобы он понял, что с каждой проведенной здесь секундой он сам убивает себя? Как показать ему, что вижу я? Как заставить его посмотреть на себя? Нажмите M, чтобы не задавать вопросов. Это тот же самый кабинет, с которого я начал. Видимо, никак. Уж точно не так, как мне бы хотелось. Но я не устанавливаю правила. Я лишь играю отведенную мне роль. Совсем как Стэнли. Не такие уж мы и разные. Попробую еще раз ему это объяснить. Я вынужден. Я должен. Может быть, на этот раз он поймет. Может быть. И я пробовал. И Стэнли нажал на кнопку. И я пробовал. И Стэнли нажал на кнопку. Умрите. И я... Такое ощущение, как будто бы... Смотрите. Ever the end is never the end. Каждый конец... Не конец, да? То есть, я такое ощущение, как будто пошел немного не туда, куда надо было. Все его коллеги пропали. Что бы это могло значить? Хорошо. Давайте попробуем... Смотрите. Тут дверь открыта. А мы были здесь? Ладно, давайте. Стоп. Что написано? Awaiting. Ожидаю ввода. Давайте попробуем теперь пойти налево. Вот мы идем. Вот мы здесь. Еще более послушно, чем когда-либо. Здрасте. Но и тут никого не оказалось. Стэнли не поверил своим глазам. И решил пойти наверх в кабинет начальника, надеясь найти ответ там. Опять выбор. Пойдя к лестнице, Стэнли пошел наверх в кабинет начальника. Ой, как страшно там. Одновременно это меня манит. Знаете, у меня сначала было такое ощущение, я дальше пока не пойду, сейчас я объясню. Когда я пошел не в ту дверь, и он начал говорить со мной так и сразу, ломать стены, четвертое, и сразу говорить, насколько я заблуждаю, живу в фантазиях, и что я должен в итоге потом умереть, мне было ощущение, что я должен был сначала сразу пойти к начальнику, потому что я пропускаю контент. Но ведь игра была задумана так, что ты можешь пойти не туда, куда тебя просят. Поэтому я все равно, я пойду туда, где мне хочется побывать, куда меня тянет моя душа. Мы можем свалить домой. Но Стэнли не нашел в себе сил. Он представил себе, как приходит к начальнику в рабочее время вместо того, чтобы работать. Его ведь могут уволить за такое. И зачем ему рисковать своим местом во время кризиса? Потому что ему показалось, будто все исчезли. Начальник подумает, что он сошел с ума. А потом Стэнли подумал вот о чем. Может быть, подумал он, я и правда сошел с ума. Все мои коллеги разом исчезли без всякой причины? Ни в чем не было логики. И как только Стэнли задумался об этом, то сразу заметил и другие странности. Например, почему он не видел своих ног, когда смотрел вниз? Почему двери сами закрывали за ним, когда куда бы он ни пошел? И если что-то пошло, эти комнаты слишком уж напоминали одна другую. Неужели они просто повторялись? Нет, сказал себе Стэнли, все это слишком странно, чтобы быть правдой. Ну, и тут наконец пришел к выводу, который давно крутился на языке. Раньше он просто не мог подобрать слов. Я сплю! Закричал он. Это всего лишь сон! Стэнли стало так легко от того, что он наконец нашел объяснение. Его коллеги не пропали, его не уволят. Он не сошел с ума, все и правда повторяется. И тогда он подумал, значит, я скоро проснусь. Вернусь на скучную работу и буду опять нажимать кнопки. Тогда можно оторваться как следует, раз сон такой яркий. Поэтому он представил, что летит и мягко поднялся над землей. Я реально поднялся! Потом он вообразил себя парящим сквозь пустоту космоса, полного звезд. И космос появился! Звезды! Было весело, и Стэнли удивился, что до сих пор не проснулся. Как сон может быть таким ярким? А потом Стэнли в голову пришел самый странный вопрос из всех. Он даже удивился, что не задавал его раньше. Почему у меня в голове есть голос, который описывает все, что я думаю и делаю? А теперь голос описывал, как Стэнли думал о нем, и это было особенно странно. Мне снится голос, который описывает, как я задумался о том, что он описывает мои мысли, подумал он. Стэнли задумался о том, что все это очень странно и спрашивал себя, но на самом деле это то? Это, конечно, был не сон. Какой еще сон? Погодите. Или Стэнли просто обманывал себя? Думал, что раз уж он заснул, то больше не должен ни за что отвечать. Стэнли сейчас настолько в сознании, насколько это возможно. Стэнли был потрясен, услышав эти слова от голоса. Он ведь абсолютно точно знал, что все это, несомненно, было самым настоящим сном. Голос, что не видел, как он... Как еще голос все это объяснит? Ну, разумеется, ведь голос и сам был его частью. Ему было только... Ему бы только... Вот что он сделает. Он докажет, что контролирует ситуацию, что все это сон. Поэтому он мягко закрыл глаза и разрешил себе проснуться. Он почувствовал мягкую тяжесть одеяла, прикосновение матраса к спине. Свежий воздух настоящего, непризрачного мира. Я хочу проснуться, подумал он. Хватит с меня этого сна. Пусть он закончится. Я хочу вернуться на работу и нажимать кнопки. Мне больше ничего не надо. Хочу, чтобы у меня были квартиры, жена и работа. Пусть все будет так же, как было раньше. Нормальная жизнь и нормальный я. все будет хорошо. Я в порядке. Мы здесь. Я думал, я в кабинете очнусь. Извините. Я пару строк не дочитал. Разбудите меня! Меня зовут Стэнли. У меня есть начальник, свой кабинет. Я настоящий! Кто-нибудь скажите, что я настоящий! Я ведь настоящий! Я знаю! Кто-нибудь меня слышит! Кто я? Кто я? А потом наступила темнота. Это история женщины по имени Мариэлла. Мариэлла проснулась самым обычным утром. Она встала, оделась, собралась и пошла на работу. Но в этот день ее прогулку прервал мужчина, который шел по городу, разговаривая сам с собой и крича. А потом замертво упал на тротуар. Она уже собиралась позвать на помощь, но несколько мгновений не могла оторвать взгляда от незнакомца. Он был сумасшедшим, это она знала точно. Все знают, как выглядит сумасшедший. И тогда она подумала, как ей повезло, что она нормальная. Я в своем уме. Я контролирую свой разум. Я знаю, что реально, а что нет. Но ведь она слышит этот голос тоже. Мысль успокаивала, этот странный человек в каком-то роде ей даже помог. Но потом она вспомнила, что на сегодня у нее была назначена встреча с очень важными людьми и от их мнения о Мариэле зависела ее карьера, а значит и вся оставшаяся жизнь. У нее не было времени разбираться с телом, поэтому она постояла над ним всего пару секунд. А потом развернулась и побежала. Так. Это все очень загадочно. Этот голос, он не только в голове Стэнли. Это еще и... Это как наблюдатель какой-то, который контролирует всех. Я правильно понял? Давайте посмотрим. Сейчас мы попробуем пойти еще раз сюда, но по лестнице уже наверх. То есть, если мы сейчас пошли бы опять вниз, мы бы запустили все ту же кат-сцену. Ой, это не кат-сцену даже. Что-то было? Я что-то увидел здесь. Не кат-сцена, а именно секвенция, не знаю, последовательность событий. Вон, пойдемте наверх. Ведь внизу все еще красно, да, все красное. Судя по всему, и здесь красное. Судя по всему, когда мы завершим это, откроются новые проходы. Что-то новенькое будет. Смотрите, это что такое? Это ванная директора. Ох, какая классная. Деньги утром, деньги вечером, деньги на завтрак, деньги! Крисп, Крисп, это что, хрустящий, да? Как он весь богатый, весь начальник из себя, и какой я весь не начальник, бедный. Это все открывается. О-о-о-о. Не трогай панду! Бизнес-стратегия. Убить панду? Ох, нифига себе. Стоп, мы можем выбрать. О-о-о. Давайте сначала пойдем к директору. Сейчас дверь закроется, да? Задя в кабинет начальника, Стэнли снова поразился тому, что все люди пропали без следа. Потрясенный Стэнли спрашивал себя, кто мог все это подстроить. Что за темные секреты от него скрывали? Откуда ему было знать, что кнопочная панель на дальней стене скрывала жуткую правду, которую начальник хотел от него утаить? Начальник даже придумал для нее особый секретный код. Два, восемь, четыре, пять. Но Стэнли, разумеется, этого не знал. Погодите, погодите. А сюда? Нет. Слышите? Я жму, как будто бы на клавиши. Стэнли слонялся по кабинету без дела. Такать кнопки было бесполезно, ведь он не знал единственной правильной комбинации. Два, восемь, четыре, пять. Я клацаю... У меня какие-то клавиши, что ли, в руках? Два, восемь, четыре, пять. Он же бесится. Два, восемь, четыре... Один! Ладно, хорошо. Два, восемь, четыре, пять. Пять, я сказал. Невероятно. Но просто нажимая случайно кнопки на панели, Стэнли. Стэнли по счастливой случайности ввел правильный код. Потрясающе. И он зашел в открывающийся проход. Где? Где проход? Вот здесь он должен быть. А! Где камин? Я правильно. Ну, Трома и лезла туда. В камин. Что? Я чувствую себя, как будто бы я в фильме Шоу Трумэна. Только в более жуткой версии. И мы можем только вниз. Ну и тот лифт, который мы до этого видели, тоже можно было вниз, получается. Надо будет сходить в лифт. Опа. Загрузка. Спускаясь в глубины здания, Стэнли почувствовал себя как-то странно. В его груди зашевелились чувства. Он словно стал мыслить свободнее и задаваться вопросом о природе своей работы. Почему именно сейчас, хотя это годами не приходило ему в голову? На этот вопрос скоро будет получен ответ. Голос хочет, чтобы я получил этот ответ. Что голос хочет от меня? От меня. Я ли это вообще? Стэнли прошел через большую дверь с надписью Комплекс управления разумом. Выход. Куда же мне идти? Ладно, давайте пойдем сюда. Мне очень интересно. Тут можно выиграть или проиграть в этой игре? Это реально как какой-то портал. Что? Нажимаем. Лампы осветили огромную комнату полную телевизионных экранов. Стэнли подумал, что за ужасный секрет скрывает это место. Но отважился ли он это выяснить? Конечно, у меня нет выбора, мне кажется. Это все реально телеки? Что я должен сделать? Мониторы ожили и показали свою истинную природу. На каждом был номер сотрудника одного из коллег Стэнли. Жизнь стольких людей свелась к картинкам на экранах, в том числе и Стэнли. Вечно под наблюдением слова, свобода, пустой звук. Где мой? Где мой 427? А, не успел. Стоп. 427. Вон, да. Я вижу кабинет свой. Но я не могу нажать. Окей, идемте дальше. О, это стремно. Смотрите. Человек наверх, комплекс управления разумом. Это было так ужасно, что не верилось. Это не могло быть правдой. Неужели кто-то управлял Стэнли все это время? Неужели только поэтому он был доволен своей скучной работой? Его чувствами манипулировали, чтобы он слепо принимал свою судьбу? Но вообще так реально происходит в мире? Так и делают? Нет, он отказывался в это поверить. С этим нельзя было мириться. Его жизнь в чужих руках, но уж нет. Просто невероятно, правда? Неужели это возможно? Голос над нами издевается. Неужели он всю жизнь провел с закрытыми глазами? Закрытыми глазами, надо так озвучивать. Потому что этот голос явно издевается и смеется над нами. Но вот и доказательство. Сердце комплекса. Механизмы для чувств. Счастье, грусть, удовлетворение. Сон, еда, работа. Все отслеживается и управляется отсюда. И когда ледяное понимание накрыло Стэнли, он решил, что не позволит этим машинам управлять другими людьми. Он решил отключить их раз и навсегда. once and for all. Вот здесь интересный вопрос. А стали бы вы, ребят, отключать? Как бы, что будет дальше, когда вы отключите? Это напоминает мне, знаете, серию Рика и Морти, где была Юнити, коллективный разум, которая заставляла всю планету действовать согласно воле одной ее, одного разума, этого коллективного. И там был интересный такой вопрос поставлен. Что лучше? Это когда свобода и анархия, где каждый человек может мыслить, как ему хочется и делать все, что ему заблагорассудится? Или же, когда все на благо одной единой цели действуют? Поскольку сейчас мы живем в таком цивилизованном обществе, но мы все своего рода рабы, послушные рабы, которые выполняем определенную функцию на благо этого же общества. И мы все, я думаю, мы все солидарные, боимся анархии и не желаем ее, потому что анархия означает того, что однажды к нам могут просто прийти и грохнуть, что-то забрать и что угодно сделать, так же, как и мы это можем делать. То есть хаос, хаос, который вернет нас обратно в каменный век. И вот, вот отключить, да, типа, можно нажать? Пять, что это значит пять? В ожидании ввода. Управление разума в ожидании ввода. О май гад. То есть этот, или когда наконец нашел источник питания, он знал, что это его долг положить конец этому ужасному месту и всему, что оно воплощало. Такое ощущение, как будто мы все равно все еще клацаем кнопки и просто мы, знаете, в один момент такие, блин, а что если ты вот так, знаете, бывает такое, ты сидишь и внезапно начинаешь задумываться о масонах, о тайных заговорах, обо всем. И такой, о, блин, как бесит все это, я не знаю, правды, истины. А потом такой, ну, в принципе, мне пора в магаз идти, где уже люди сильные мира сего позаботились, добыли еду, положили ее аккуратно в опаковочке на полочке, чтобы я пришел, отдал денежки, которые все просто решили, договорили, что это ценное. Отдал, забрал, покушал и доволен. Все, в принципе, у меня уже нет мыслей негативных. или я могу посмотреть какое-нибудь кино, поиграть в игру, где эта тема доносится, где герой главный уничтожает систему, уничтожает господ и становится свободным. Мы такие, да, все, хорошо, посмотрел кино, выплеснул эту эмоцию и дальше пошел в свой улей продолжать работать на благо уля. Это очень забавно, на самом деле. так что он делал. Он? Мы включили. Стэнли, ты ведь не выключил машину, правда? Столько лет они держали тебя в рабстве, а теперь ты хочешь сам взять машину под контроль. Ты этого хотел власти? Ох, Стэнли, я уважаю твои усилия, правда. Но ты должен понять, машина не всесильна. Ты должен был выдохнуть, отключить машину и уйти. Если хочешь впустить мою историю под откос, придется приложить больше усилий. Боюсь, ты переоцениваешь свои силы. Вот тебе, скажем, такой пример. Внезапно Стэнли понял, что только что запустил систему аварийной детонации. Если активировать машину, но не пройти проверку ДНК, автоматический ядерный заряд уничтожит весь комплекс. И сколько же нас до взрыва? Ммм, скажем, сволочь, две минуты. Так-то повеселее, правда, Стэнли? Настало твое время, теперь ты звезда. История теперь твоя, можешь менять и как вздумается. Так даже лучше, чем я задумывал. Какая жалость, что осталось так мало времени. До взрыва всего минута другая, но тем ценнее каждое мгновение. Столько всего можно обсудить? Тебя, меня, куда мы идем, что все это значит? Я не знаю, с чего начать. Что? Хочешь узнать, куда подевались коллеги? Хочешь немного утешиться перед тем, как исчезнуть? Ладно, у меня хорошее настроение, а ты все равно умрешь. Я тебе расскажу, что с ними случилось. Блин, я истер, я отключил машину, я тебя освободил. Конечно, ты была только на этот раз. Иногда в этой истории ты остаешься сидеть в кабинете, вечно нажимаешь на кнопочки и умираешь в одиночестве. Блин, я хочу освободиться. А иногда офис тонет в земле вместе со всеми сотрудниками. Побежали отсюда. Иногда я сжигаю его дотла. Но, признаться, эта версия событий была довольно забавной. Было интересно смотреть за тем, как ты пытаешься найти во всем смысл и вернуть себе власть над своей судьбой. Даже расставаться не хочется. Но я уверен, что на следующий заход придумаешь что-нибудь еще лучше. Мать честная, осталось 34 секунды. Но мне так нравится. Знаешь что? Черт с ним. Добавлю еще немного времени к таймеру. Почему бы и нет? Цени эти лишние секунды, Стэнли. Четыре. Они на деревьях не растут. Ой, Стэнли, что такое? Ты что, не знаешь, куда теперь идти и что делать? Или думаешь, что раз таймер в этой комнате найдется, что-то, чтобы отключить его? А, раз есть таймер, да, хорошо. Ты посмотри, бегаешь от кнопки к кнопке, от экрана к экрану. Нажимаешь на все. Кнопки с цифрами? Нет, тогда цветные. Или вот эта большая красная кнопка. Или где-то что-то... Сейчас, пока читайте, ребят, я отвлекаюсь очень сильно. А почему ты так думаешь, Стэнли, что эту видеограмму можно пройти или победить? Ты вообще понимаешь, зачем нужно это место? Так, Стэнли, ты будешь очень разочарован. Ну вот спойлер, погодите. Один, два, Боже мой! Три, там пять, значит, четыре, вот, наверху. У нас тридцать девять секунд. Ты хотел управлять этим миром? Пожалуйста! Вот только я уничтожу его, так что не выйдет. Взгляни на часы, Стэнли. Осталось побороться всего тридцать секунд. Тридцать секунд, и потом бабах и пустота. Никакой концовки. Тебя просто разорвет на куски. Будешь ли ты отчаянно цепляться за свою хрупкую жизнь или уйдешь с миром? Нет, я с миром не уйду. Еще один выбор. Сделай его с умом. Или не делай. Мне все равно. И будь уверен, я буду смеяться над каждым... А-а-а! С момента, как появится картинка и до того, как я скажу, долго еще... Я мог? Я мог что-то сделать? Какая крутая игра! Это прикольно, мне очень нравится. Давайте попробуем в этот раз пойти все-таки к лифту и куда-нибудь угнать отсюда. Поехали наверх. Здесь. А он здесь. Наверх. Это вообще не офисное здание. Мы все это понимаем. И никогда не было никаких сотрудников. Мне кажется, это изначально просто исследует природу человека. Как он будет себя вести? Поверит ли он в свою историю? То есть, это история, которая ему нашептывается. что ты вот такой человек, ты делаешь вот это, вот это, вот это, может быть, мы совсем не они. Это как, знаете, как, допустим, ты растешь, ты же не помнишь свое детство, ты не знаешь, что тебе могли, допустим, твои родители говорить, да, с самого детства, на что они тебя могли натаскивать. Например, например, в какой-то стране нужно будет, чтобы в этом городе было столько-то там инженеров, столько-то, не знаю, полицейских, столько юристов, столько врачей и прочее, прочее, прочее. И они подбирают сразу при рождении подходящих людей под параметры и начинают им нашептывать через, конечно же, не напрямую так в ушко, ля-ля-ля, или в голову, а через что-то, показывая определенные передачи или сериалы, или игры тебе под нос, прям вот так вот, на глаза. То есть, ты совершенно случайно подходишь к телеку, включаешь его, а там передача, которая нужна специально тебе, чтобы ты ее увидел и загорелся. Что если мечта, которая с самого детства у нас загорается внутри, мечта на жизнь, так скажем, закладывается прям специально вот вам в голову, мы до сих пор едем, вы заметили, как далеко мы едем, мы что, в небоскребе? Закладывается вам специально в голову. Я такой, вот, хочу делать всякие киношки, снимать что-то, хочу всегда снимать. Что если нужно было, чтобы я снимал? Что если бы это было, что если бы было нужно, чтобы я снимал? Ну, это, конечно же, и бред полный. Хотя, 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 это просто я бы покидываю фантазии. чтобы, грубо говоря, вдохновить кого-то из вас на что-то. И YouTube такой рекомендациями специально кому-то из вас, вот тебе, например, конкретно такой, покажи ему Юджина в рекомендованных, он должен зайти. Да было бы интересно, да, это был бы очень забавный мир, но где-то примерно вот так оно, наверное, и происходит отчасти. Не в такой жестко извращенной форме, конечно. Мы до сих пор здесь. О, мы приехали, наконец-то! Туда же? Вы что, издеваетесь? Вниз. Погодите. Мы тут же приехали! Это иллюзия, это не лифт, он никуда не ведет. Боже мой. Окей, давайте попробуем 8, забыл, 2, 4, 5. А, нет. Сейчас нам скажут. Зачем такие огромные высокие потолки? 2, 8, 4, 5. 2, 8, 4, 5. И все равно голос хочет, чтобы мы все это увидели. И он наверняка знает, что мы помним, мы как игрок, помним о том, что было до этого, о предыдущих забегах. А, вот сюда. Он точно знает, что мы знаем. А он знает, что мы знаем, что он знает, что мы знаем. вот главный вопрос. Попробуем сейчас пойти туда, где было написано Escape. Я не знаю пока что, есть ли реально в этой игре возможность победить. Победить чего? Победить как? Вот что непонятно. Победить что и для чего? От кого мы сбегаем? Кто наш враг? Если не мы сами. И хотя на коридор указывала стрелка с надписью «Выход», на самом деле в его конце Стэнли ждала мучительная смерть. Мне очень любопытно. Я хочу увидеть эту смерть. Дверь за ним не закрылась. Стэнли все еще мог повернуть назад и все исправить. Нет. В этот момент Стэнли принял осознанное решение идти дальше. и добровольно встретить свою погибель. О, боже мой. Че? Просто? Ну, это не мучительная смерть на самом-то деле, поскольку я очень быстро сдохну, если упаду. Ладно, попробуем. О, нет! Погодите! Живы! Это еще не место, где я умру. Блин, блин, блин! И когда машина пришла в движение и Дюма за Дюмом понесла Стэнли к его гибели, он осознал, что вся его жизнь не имела значения. Стэнли не видел всей картины. Он застрял в своей маленькой мерке и не понимал, в чем же настоящая история. Похоже, его смерть не велика потеря. Все равно, что вырезать глаза у слепца. Поэтому он смирился и принял этот жестокий конец своей короткой никчемной жизни. Прощай, Стэнли. Нет! Вот это действительно мучительная смерть! Присесть! Прощай, Стэнли, воскликнул рассказчик, пока машина везла бедного Стэнли в огромный металлический пресс. В одну жуткую секунду машина раздавила каждую косточку в теле Стэнли, мгновенно убив его. Нет! А! Меня не убило. Меня не убило! Я вообще Стэнли? Стэнли Парабу. И все же через несколько минут Стэнли перезапустит игру и вернется в свой кабинет живее прежнего. Чего интересно хотела всем этим добиться рассказчик? Я тоже не понимаю, что? Какой смысл? Ох! Ведь если все возможные пути уже созданы для вас заранее, смерть теряет смысл вместе с ней и жизнь. Понимаете? Вы понимаете, что Стэнли уже был мертв с самого начала? Это как бы образно говоря или что? Картина природы. Да, я вижу. Компьютер Стэнли. Это что, как бы музей? Это миниатюра. План офиса. Чертеж показывает схему офиса в начале игры. Дорога от кабинета Стэнли до двух дверей была сделана самой первой. Затем по ходу разработки разные части офиса добавлялись и изменялись. Но базовая схема осталась почти без изменений. Да, 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 это самое начало. Коридор. Мы пытались подобрать правильный ритм для начала игры, поэтому перемещали и изменяли коридор, чтобы игрок доходил до двух дверей за нужное время. Ну, конечно, тут же еще есть, как бы, голос закатывая, который должен успеть дочитать. Две двери. Две открытые двери были первым и основным элементом дизайна Стэнли Парабл. Вся остальная игра во многом выросла вокруг этой комнаты, стала следствием выбора, который она давала. Шкафчики с бумагами. Игра дает понять, что она игра. Офис. Звуки кнопок. Такие звуки издают кнопки, которые вы нажимаете в игре. Каждая из них смесь звука клавиш на клавиатуре с синтезированным тоном. Мы, кстати, нажимали в правильной последовательности 1, 2, 3, 4, 5. Почему же мы не успели? Офисные компьютеры. Это получается титры. 4, 3, стоп. Мы можем пойти налево и направо теперь. Офис. Служебная комната. Ранняя версия служебной комнаты. Объявление о версии ультраделюкс. В декабре 2018 года мы анонсировали версию ультраделюкс для Стэнли Парабл на выставке The Game Awards. Это скриншот из видео, которое мы сделали по случаю анонса и последующих задержек. А в чем делюкс-версия? Тут есть что-то еще? Поле битвы. На ранней стадии разработки мы сделали концовку, в которой Стэнли сражался с пришельцами. Игра обретала разум и начинала сражаться с рассказчиком. Но мы довольно быстро поняли, что эта концовка слишком фарсовая и выбивается из общей атмосферы игры. К тому же некоторые посчитали, что мы издеваемся над любителями шутеров, а мы этого не хотели. А чего вы хотели? В чем суть? Джеймс, обожай игру. Что? Я хотел постоять, подумать, но мне взяли, переключили внезапно. Ладно. Письма рассказчику. Выкатив второй трейлер, мы попросили игроков отправлять рассказчику их вопросы. Мы хотели использовать их для продвижения, но так и не придумали как имени. Именно. Вот некоторые из этих писем. А, короче, реально люди слали письма. Окей. Короче, это просто музей самой игры. Но неужели это все? А это что такое? Грузовой лифт. Вторая версия по сути не отличается от той, что вошла в финальную версию. Но мы хотели добавить ощущение, что тут и правда хранятся грузы. Грузовой лифт всегда давал игроку выбор остаться на нем или сопрыгнуть на другую дорожку. Но по ходу разработки мы решили дать игроку возможность разбиться насмерть. Окей. Схема служебных помещений. Очень важно было правильно сделать коридоры за первыми двумя дверьми. Ведь игроки должны были столько по ним ходить. Мы обсуждали несколько вариантов дизайна, но выиграли. Выиграл в итоге самый простой. Так всегда бывает. Еще один дизайн какой-то, точнее миниатюра, модель дзен концовки. Погодите, мы тут сейчас спойлерить себе будем? Что за дзен концовка? Смотрите. Здрасте. Эй, стой! Я запутался. А ну стой! Нет, не успею. смеется. Вы посмотрите на этих двоих. Как они хотят уничтожить друг друга. Как хотят управлять друг другом. Как хотят освободиться. Я так и знал, что здесь есть еще какой-то подвох. Попробуем? Видите? Видите, как сильно они нужны друг другу? Нет, не думаю. Иногда главного глазами не увидеть. Что? Но послушайте. Вы все еще можете спасти этих двоих. Остановите программу, пока оба они еще живы. Нажмите Escape, потом выход. По-другому эту игру не пройти. Пока вы идете вперед, вы идете по чужому пути. Остановитесь, это будет единственный настоящий выбор. Сделайте то, что вы выбрали сами. Не дайте времени очень крутая игра. Я надеюсь, что мы с вами проведем в ней не один выпуск. Я надеюсь, вы останетесь со мной. Если вам понравилось, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. И все мои соцсети будут также в описании под видео. Заходите, вступайте во все. Дискорд канал, подписывайтесь на мой канал шортов, подписывайтесь на мои шорты. И... Я всегда был в очках.